МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Урал! Живописный край с удивительной историей, невероятными легендами и богатой культурой. Есть где побывать, десятки музеев и сотни достопримечательностей, о которых написаны сотни книг. Но, к сожалению, в суматохе дней нам не всегда удается выкроить время на изучение родного края. Мы отыскали прекрасное место, где вы сможете узнать практически все и почти что сразу. Отправляемся на легендарную Азовгору. Спонсор программы сеть магазинов Автобюро. Путешествовать легко нам всегда с Автобюро. Более 24 тысяч наименований автозапчастей в наличии. Все лето бесплатная замена моторного масла. Подробности акции по телефону 66-88-04. Гора Азов расположена в 8 километрах от города Полевской. Выделяют две вершины – Большой и Малый Азов. Это место ежегодно притягивает десятки тысяч посетителей. Причем туристы приезжают сюда и летом, и зимой. Популярность горы во многом определяется несложными маршрутами, подходящими как для путешествия с детьми, так и для людей пожилого возраста. Однако и заядлым туристам здесь есть на что посмотреть. Впрочем, обо всем по порядку. Добраться до этого известного памятника природы проще всего на легковом автомобиле. Для этого нужно двигаться через Полевской и Зюзельский в сторону Большой Лавровки. Недалеко, буквально через 2,5 километра, располагается автостоянка. Ну, а напротив начинается тропа на самую вершину Азов горы. Путешествовать можно как самостоятельно, так и в сопровождении профессионального гида, который познакомит вас со всеми легендами и былими этих мест. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Данила! Ну что, в путь? Добро пожаловать! Экскурсию для нас сегодня проведет историк, краевед, руководитель Полевского археологического отряда Александр Непомнящий. Вот уже 26 лет он посвящает большую часть свободного времени изучению родного края. Благодаря его стараниям и помощи местных ребятишек и была организована экскурсионная тропа на Азов горе. Установлены информационные стенды, которые знакомят путников с самыми интересными достопримечательностями и увлекательными страницами истории этих мест. Ну а мы двигаемся все выше к нашей цели, на пути очередной интересный объект. Данила, вот этот стенд предназначен для людей, которые индивидуально путешествуют. Они могут познакомиться с геологией Азов горы, взяв информацию из этого стенда. Ну а экскурсовод, конечно же, вам расскажет о самой горе. Это первые станции, первые скальные выходы подножия Азов горы, которая образовалась 300 миллионов лет тому назад. Нетипично в результате извержения вулканов последовательно одним за другим. Туристическая тропа проходит под скалами и уводит все выше. И вот первая смотровая площадка. Здесь наш гид раскрывает нам тайны происхождения названия горы. Это и были о Пугачеве, который, будучи в этих краях, поставил на горе Дозорного по имени Азин. Это и легенда о том, что работники Полевского завода выкрали единственную дочку Азовку, барина Турченинова, потому что он плохо с ними обращался. И оставили ее здесь жить. Однако нашему гиду ближе всего вот такая версия. Азов созвучно с Азовским морем. И в истории освоения Урала известно, что для пересылки воевод существовала летняя тропа, которая шла из Тюмени с пересечкой Урала подле Азовской горы в сторону Уфы. И для охраны этих караванов, которые сопровождали воевод, устанавливались казачьи караулы. И вполне возможно, что казаки в память о своей малой родине назвали вот эту гору Азовская гора. А изначально в источниках она звучит как Азовская. Но есть куда более древние предания. Так более двух тысяч лет назад на склонах обитали представители древней иткульской культуры, прославившиеся своими глубокими познаниями в металлургии и горном деле. За долго до русского освоения Урала здесь уже знали цену железу и умели искусно с ним обходиться. Вполне вероятно, что здесь, на Азов-горе, проживал легендарный народ, чуть белоглазые. Были они знатными рудокопами и большую часть жизни проводили в штольнях под землей. Отсюда и берес и цвет глаз, так они лучше видели в кромешной тьме. Здесь, на туристической тропе, представлен объект, который вполне мог быть домом этого удивительного народа. Сверху мог располагаться настил из бревен. С загадочным народом связана и следующая достопримечательность. Мы с вами сейчас находимся возле Чудского переулка. Есть Чудское жилище, есть и Чудская улица, и переулок есть. Так вот, если вы загадаете желание и молча, молча, не проронив ни единого слова, пройдете этот переулок, то это желание обязательно сбудется в этом тысячелетии. За мной! Эх, от переполняющих чувства желаний сразу столько загадалось, что, возможно, не сбудутся все мечты в этом тысячелетии. Вообще, невероятные эмоции охватывают, когда ты проходишь сквозь каменную стену по узкому коридору. Это действительно впечатляет. Но не время впадать в очарование, нужно двигаться дальше. Как говорит Александр, мы дошли лишь до колена Азов-горы. Все самое интересное впереди. Кстати, великий писатель Павел Бажов был на вершине Азов-горы неоднократно. О ней же писал в своих произведениях. Так в дорогом имечке говорится о скрытых в пещере на горе Азов сокровищах. С тех пор сюда зачастили кладоискатели, но лишь одним улыбнулась удача. В 1939 году полевские мальчишки впервые прочитали сказы Бажова «Малахитовая шкатулка». И в дорогом имечке было написано, что старые люди зарыли клады на Азов-горе. Они поверили Бажову и пошли искать клады. Много времени проводили по всевозможным гротикам, навесикам, но ничего не находили. Расстроившись, они спускались пониже к обрывам, брали камни и кидали их вниз. И вдруг под одним из камней мальчишки, которые пришли искать клад, они его реально нашли. Правда, это был не клад драгоценностей из золота и серебра, это был археологический клад. На сегодняшний день это самый богатый клад эпохи раннего Железного века, известный на Урале. Более 40 предметов из меди, бронзы и серебра. Основу клада составляли так называемые птицевидные идолы. Сегодня основная часть клада хранится и экспонируется в Свердловском областном краеведческом музее. А археологи выдвинули такую версию, что это не клад, а что это итерма, то есть захоронение душ умерших металлургов. Вот такая неожиданная находка попала в руки обычным мальчишкам. Говорят, что, возможно, изделий было куда больше. Одни оставили у себя сами открыватели, другие похитили черные копатели. На противоположном склоне горы расположен еще один интересный объект, связанный с уральскими легендами. По преданию, разбойники выкрали девушку у добрых людей, назвали Азовкой. Да поделиться не смогли, заточили на горе. Плакала она долго, да не рожала белоих. По сей день текут слезы девки-азовки, превратившись в ключ-родник. Движемся дальше. Итак, мы подходим к Большому Азову, на самой вершине, это самая высокая точка. Мы туда сейчас поднимемся, там не опасно, и оттуда должен открыться замечательный вид. Все Уральское море Тайги. По некрутому склону взбираемся вверх, дальше лестница для удобства подъема. Итак, мы поднимаемся на самую высокую точку Азов горы. Это 589 метров над уровнем моря. Отсюда открывается вид на 40 до 40 километров. Вот в этой стороне у нас непосредственно город Полевской, со всеми его образованиями. А с правой стороны мы видим Малый Азов. Посмотри, Данила, видишь скалы? Скальные выступы, это как раз и есть скальные выступы Малого Азова. Там скалы с той стороны, они выше, чем здесь. Они более красивые, и там народу меньше посещает. Вид с Большого Азова и правда открывается невероятный. Здесь понимаешь, что не стоит ехать за 3-9 земель, чтобы познать всю красоту Урала. Скалы, тайга под ногами и свежий воздух. Все здесь, в одном месте, на Азов горе. А вот смотрите, вот та короночка на западе, это у нас шумут. Вот видите? Скалы же Большого Азова каменными ступенями уходят вниз. При надобном уровне осторожности здесь можно весь день ползать и изучать все склоны и отроги. Тем более, что каменные стены здесь раскиданы на несколько километров. Вот здесь вот все это доступно. Здесь не надо никакого снаряжения специального, да? Ну и вершина Большого Азова еще не конец нашего путешествия. В нескольких десятках метров на скале во весь рост путников встречает та самая таинственная девка-азовка. Еще здесь сам Павел Петрович Бажов и Данила Мастер и небольшой тайничок, в котором туристы оставляют хозяюшке Азов горы свои драгоценности. Чуть дальше небольшой грот. Кто знает, может быть, это и есть та знаменитая пещера, где спрятаны сокровища. Еще один удивительный объект – каменный столб, расположен чуть дальше по тропе. С первого взгляда может показаться, что еще чуть-чуть, и этот каменный палец упадет. Однако же он крепко стоит вот уже многие тысячи лет. Тут и там скалы украшены картинами местных художников, на которых изображены легендарные герои бажовских сказок. Голова может закружиться от всей этой красоты. И так в прогулках вы и не заметите, как стремительно быстро закончится очередной выходной день. Пора отправляться домой, а по пути подсчитать все наши траты. Добирались до Азов горы на легковом автомобиле. Весь путь составил 170 километров. Перекус взяли с собой. Не забудьте прихватить с собой питьевую воду. Она потребуется при восхождении. Посещение Азов горы бесплатное. Однако вы можете заказать услуги гида, который расскажет вам обо всех тайнах и загадках этих мест. Стоимость 2000 для группы до 15 человек. То есть примерно 200 рублей на человека. Помните, что в выходные здесь очень много туристов. Если вы хотите маломальски уединиться, то лучше приехать в будни или отправиться изучать скалы Малого Азова. Многие туристы приезжают сюда с палатками и посвящают изучению окрестностей не один день. Азов гора – это невероятное место, где природа, история и культура Урала соединены в одно. Это удивительное место для незабываемых прогулок в компании самых близких вам людей. Так что вперед! Не сидите дома! Гуляйте, познавайте и отдыхайте! Редактор субтитров А.Семкин